Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами очередной выпуск программы «Урожайный сезон». И как всегда с нами ученый-агроном Евгения Попова. Евгения, здравствуйте! О чем сегодня будем говорить? Какие секреты будем раскрывать? Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об огурцах, основные правила их формирования, несмотря на то, что многие, ошибаясь, не формируют их, и об вредителях, которые, бывает, заселяют теплицу с огурцами, ну и, конечно же, о подкормках, профилактических мероприятиях. В защищенном грунте огурцы требуют формирования. Если в открытом грунте на свободной гряде вы можете оставить их в свободном росте, то в защищенном нужно обязательно формировать и поднимать их в вертикаль. Для этого огурцы подвязывают и, так же, как и помидоры, удаляют все пасынки, периодически вот, ну, подкручивая верхушку, поддерживая вертикаль, то есть верхушка иногда может отходить, ее тихонечко заворачиваем к веревке, к шпагату. Растение у нас, если имеет полностью здоровый вид, нижние листья не показывают дефицит элементов, то можно оставлять все как есть. Если нижние листья начинают терять свою окраску, желтеть, это значит, что элементы уже от них отходят дальше по растению, и они свой функционал теряют. Поэтому нижние листья постепенно можно удалять. Это способствует проветриванию нижнего яруса, то есть около земли, чтобы проветривание было. Но не стоит увлекаться, листьев должно остаться не менее 2-3 всего растения, то есть выросло листочек 2, можно один убрать внизу. Так вот, что такое пасынки огурца? Это также вот в междоузлиях, то есть вот у нас лист, вот у нас ствол, вот это вот междоузлия, и то, что образуется в этих междоузлиях, это называется пасынки. Их убирают своевременно, пока они еще мягенькие, они выламываются, выщипываются очень хорошо, не повреждая растения. Лучше срезы опудривать либо золой, либо другими органическими препаратами, например, табазол, который состоит из табачной пыли и золы, либо табагор, состоящий из табачной пыли и горчицы. Любой из них обезразит как бы срез ранку, и растение не получит в открытый срез никаких вредных болезней, то есть не заразится. В связи с недавней холодной погодой некоторые виды кусты огурцов, можно заметить, что они отстают как бы в росте, несмотря на один срок высадки. Одной из причин могут быть корневые гнили. Внешне они проявляться могут пока, то есть не проявляться визуально, растение такое же, просто отстает немножко в росте. Если вы все-таки заподозрили, особенно если бывает несколько растений к ряду, то есть земля заражена точно, можно использовать препараты, которые вносятся прямо в грунт, то есть поливаются, и корни через почву, через почвенную влагу оздоравливаются, то есть растение набирает корневую систему полностью, и дальше ведет себя как обычное здоровое растение. К таким препаратам, конечно, несомненно относятся фитоспорин и ряд других препаратов, например, как ордан, оксихом, ревус, а также биологические препараты, которые вносятся поливом в грунт, то есть бактерии, которые будут блокировать развитие вредоносных бактерий и грибных заболеваний. Это такие препараты, как триходерма, трихофлор, ну и другие биологические препараты. Также одним из новых препаратов является трихоплан. В его составе есть, точнее основой его состава являются бактерии, которые, попадая в землю, начинают в процессе своей жизнедеятельности и микроэлементы вводить в доступную для растений форму. И также блокируют развитие патогенной микрофлоры в земле, что очень актуально в защищенном грунте, где очень высокая населенность. Если вы обнаружили, что ваши огурцы заболели, то есть, например, мучнистой росой, которая в этом году уже начала распространяться в связи с тем, чтобы погода была и холодная, и влажная, а это самые лучшие данные для развития плесневых грибных заболеваний, то поможет фитоспорин реаниматор. То есть он уже в готовой эмульсии находится, его нужно развести в определенном количестве, то есть в зависимости от вашей емкости, то есть определенную дозу налили, разбавили, и уже сразу без настаиваний, без выдерживаний опрыскивать растения. Препарат, напомню, биологический, и снятые плоды, то есть огурцы, помидоры, перцы, возможно, уже в защищенном грунте, сразу же в этот день можно принимать в пищу, конечно же, смыв препарат. В защищенном грунте огурцы наиболее подвержены различным вредителям. Это, например, такие как тли, белокрылки, щитовки, конечно, редко, но все-таки бывает, а также паутильный клещ, который очень вредит растениям, особенно в сухую погоду. С некоторыми вредителями мы уже рассказывали, как бороться в открытом грунте, например, с белокрылкой, с помощью вот таких желтых пластин. В защищенном грунте их можно также развешивать между растениями для профилактики, то есть чтобы насекомые слетались. Для того, чтобы защитить растения через землю, можно использовать вот такие доктор-стрелы. Они, конечно, для комнатных растений, но у кого сформированы гряды в теплице, то есть не сплошные посадки, а гряды, также их можно использовать. Одна стрела на 1 литр. То есть условно, если мы принимаем объем, занимаемым растением около 10 литров, то около 10 стрел. Конечно, дело хлопотное, расходное, но окупается обилием урожая. То есть через землю при поливе препарат проникает через корни и борется с сосущими насекомыми, в том числе паутинным клещом и белокрылкой, которые так вредны в защищенном грунте. Конечно, можно бороться другими способами. Химические препараты, единственное, не забываем, что у них есть срок ожидания, то есть от 10 до 20 дней, что не очень благоприятно для защищенного грунта, потому что 20 дней никто свежий огурчик ждать не захочет. Такие препараты, как биотлин, битоксибацилин. То есть здесь действия препарата основаны на биологических веществах, которые легко могут быть смыты. Смысл биологических препаратов, конечно, в том, что они не вредны как самим растениям, так и человеку, что в защищенном грунте очень важно. Великий воин гелит муравьев. Я лично испытала на себе, как бы он мне достаточно хорошо помогает в закрытом грунте. Но в открытом были некоторые проблемы, потому что если я его наносила на какую-то бумажку, картонку, гель очень быстро запылялся и переставал работать. Сейчас фирма придумала очень хорошие, интересные способы, как этим гелем использовать. То есть вот такие приманки, которые закрываются, и тем самым уже не повреждается сам гель. Давайте его использовать в открытом грунте. Достаточно нескольких капель. За счет этих вот выемок закрывается и пришпиливается в нужном месте, то есть где скапливаются муравьи. Здесь очень часто были замечены дорожки муравьи, поэтому мы разместим нашу ловушку здесь. Тем более она сливается практически с землей и не нарушает нам никаких дизайн кодов. Шпильками пришпиливаем. А вот, кстати, для животных это будет так же безопасно, потому что закрыта крышка, и животное не слижет, ни нюхать не будет, ничего не сделает. А муравьи по лабиринтику, который вы видели, придут, возьмут этот препарат и, как сказано на инструкции, проверено несколькими годами ранее, унесут в свое гнездо, накормят матку всех остальных муравьев и погибнут. Магазин «Удачный» приглашает за удачными покупками товары для дома, сада и хозяйства. Подарки, посуда, грунт и семена. Удобрение, улица Волочарского, 38. На этом наша программа завершена. Уважаемые телезрители, вы можете задавать свои вопросы, предлагать темы на сайте портал водкинск.нет и в группе ВКонтакте телекомпании ВТВ. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин